Улица Ермака долгое время была кошмаром автолюбителей. Но по сути единственная дорога, ведущая к университету, стадиону «Текстильщик» и главная – к растущему микрорайону Авдотина. В пятницу глава городской мэрии проинспектировал ход ремонтных работ на улице Ермака. На данный момент здесь выполнено фрезерование покрытия, полностью уложен выравнивающий слой на всем протяжении. Это порядка 18 тысяч квадратных метров уложено. Сейчас ведутся работы по демонтажу старого бордюра и установке нового. Это установлено будет порядка 3,5 километров бордюра. В заключение будет уложен верхний слой асфальтового покрытия типа «Б», то есть сверхпрочный. Гарантия на работы 5 лет. Совсем скоро этой дороге предстоит испытание – принять большой транспортный поток, причем в обоих направлениях. Улица долгое время была односторонней с выделенкой для общественного транспорта, но скоро все изменится. С 15 сентября текущего года мы откроем движение по улице Ермака двухстороннее и с соответствующим перепрограммированием светофорных объектов. Это позволит снизить напряженность транспортного потока, который идет с микрорайона Авдотина к государственному университету. Ну и, соответственно, позволит минимизировать, будем говорить, те нагрузки, которые возрастут на эту улицу в связи с реконструкцией большого моста, который будет построен через реку Увадь и соединит Бельницкое сельское поселение и город Иваново. Вообще разгрузить областной центр от транспорта сейчас стратегическая задача для руководства города. А это не так просто. По скромным подсчетам, ежедневно на улицы города выезжают более 130 тысяч автомобилей. Чтобы не допускать заторов, необходимо постоянно открывать новые транспортные коридоры. В планах городской мэрии новая автодорога, которая соединит улицы Минскую и Фрунзе, а также часть западного обхода между Минской и микрорайоном Авдотина. Второе направление, это, конечно, стратегическое, связанное с большим расселением частного сектора, но уже сегодня существует проектный смет документации на расширение улицы Бубнова и улицы Лежницкой. Вы знаете о том, что мы несколько лет назад сделали нестороннее движение по улице Лежницкой и по улице Бубнова после реконструкции. Сегодня мы видим, что транспорт потоки настолько велики, что необходима дальнейшая реконструкция и расширение этих автомагистралей. С учетом того, что Павлу Алексеевичу Конькову удалось решить вопрос о том, что в городе будет в нашем лете серьезная подготовка к 150-летию нашего города, то, в общем-то, при поддержке федеральных властей мы, как один из вопросов, который мы должны решить к юбилею, это как раз реконструкция вот этих въездных транспортных магистралей в наш город. Цель всех преобразований, насколько это возможно, оптимизировать движение в городе. Насколько это удастся, покажет время. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иванова.